хорошо друзья всех приветствуем сегодня мы разберем с вами технику из гарда да мы будем сегодня переходить spider guard и делать свип сласу гарда наша задача для начала мы разберем вообще переход до spider guard как правильно нам уйти в это положение во первых нам нужно взять рукава для того чтобы взять рукава вывод четыре пальца забираете отворот и заворачиваете берете вот так рукав пятый палец ставите вот сюда по правилам его вовнутрь засовывать нельзя поэтому вы его берете вот здесь все мы забираем рукава далее после того как мы забрали мне необходимо теперь просунуть колени для этого я раскрываю гард ставлю одну ногу на пол в зависимости от того в какую сторону я работаю например я еще буду работать с левой стороны до начинать атаку значит я левую ногу ставлю на пол и в эту же сторону делаю креветку ухожу вот сюда далее левую ногу раскрываю и ставлю ему в таз достаю правую ногу и также стою ему в таз ставлю в таз моя голень упирается ему в локти мы вот так не сидим наши ноги раскрыты широко мы контролируем да я отсюда здесь ним работаем дальше соперник понимаю что в принципе сидеть передо мной на коленях в этой позиции для него очень опасно он будет скорее всего вставать он встает для того чтобы руками поймать мои колени за штанины и начать отжимать ноги загружать их вниз и начать проходить поэтому моя задача какая как только соперник поднялся мы делаем разворачиваем таз на бок убираем ногу закидываем ее обвиваем руку и забрасываем ногу вот сюда вытягиваем вперед и закручивая бедро по спирали затягиваем его на себя и вот это положение называется лассу гард моя задача вот здесь чтоб мой локоть был прижат и лежал на полу все вот моя позиция отсюда мы работаем следующим образом та нога которая была в тазу мы внешней стороной стопы ставим ему вот сюда на другую сторону таза доставим внешнюю часть и отсюда начинаем подкручиваться вот сюда моя задача поймать его дальнюю ногу и уйти головой под ноги еще раз мы были здесь я отсюда ушел закинул раскрыл раскрыл поставил сместился поймал ногу могу поймать за кимоно могу поймать руками смещать дальше и начинаю выталкивать его вот в эту сторону сместился отсюда сделал свит после переворота вот здесь чтобы не было ущемления вы убираете ногу вас остается штанина вытягиваете ногу и отсюда уходите забираете боковое удержание еще раз были мы в гарде мы мы ласу гард можем заправить еще сидя до взяв после того как мы взяли рукава и сделали креветку я могу отсюда не дожидаясь его подъема заправить свою ногу все и вот когда соперник подниматься начинает я отсюда ухожу сюда сворачиваюсь и начинаю выкидывать выкинул сразу забираю сайт контрол еще раз в этом приеме на самом деле ничего сложного нету нам просто необходимо сделать так чтоб его баланс оказался прямо передо мной а для этого нужно максимально подкрутиться сюда под его ноги еще раз и тогда соперник очень легко улетает забрали рукава пошла креветка достали ноги допустим я не успел заправить он сразу встал ничего страшного ногами упираемся в таз прям растягиваем одной ногой заходим затягиваем на себя вставим внешнюю часть стопы на ту сторону бедра и заходим под него и отсюда выталкиваем вытолкнули сразу вытягиваем ногу и отсюда заходим забираем удержание сбоку эта техника на самом деле очень простая до достаточно пару раз попробовать поотрабатывать и я уверен что она у каждого получится главное почувствовать момент да когда нужно подкручиваться и сделать это максимально быстро и неожиданно для соперника когда соперник потеряет равновесие за счет вашего толчка соперник улетит вперед и вы займете позицию сайт контроль поэтому ребят пробуйте учитесь и побеждать